В 30-е годы прошлого века основу бронетанкового парка рабоче-крестьянской Красной Армии составляли легкие машины. Считалось, что в случае начала крупномасштабной войны эти простые и дешевые малыши будут тысячами производиться на обычных автомобильных заводах. Но реальность оказалась иной. Легкие танки военной поры в фильме «Оружие». Боевой опыт, полученный во время гражданской войны в Испании, внимательно изучался во многих странах, в том числе в СССР. Выяснилось, что возросшая мощь противотанковой артиллерии не оставляла машинам с противопульной броней никаких шансов на выживание. В августе 1938 года Комитет обороны СССР поставил перед промышленностью задачу в кратчайшие сроки разработать легкий танк сопровождения пехоты, который мог бы заменить Т-26. Новая машина должна была иметь лучшую бронезащиту, более сильное вооружение и высокие маневренные качества. Проектирование танка немедленно началось на одном из ленинградских заводов. Бригадой конструкторов руководил Семен Гинзбург. Гинзбург Семен Александрович, конструктор бронетехники. Годы жизни 1900-1943. Окончил военно-техническую академию имени Держинского в Ленинграде. В 1930 году в составе Советской военно-технической комиссии занимался закупками танков за рубежом. В годы Великой Отечественной войны работал в наркомате танковой промышленности. В 1943 году направлен в действующую армию. Погиб во время боев на Курской дуге. Летом 1940 года первый образец новой легкой машины был готов. По своей броневой защите танк почти не уступал среднему Т-34. Его корпус сваривался из 37-мм броневых листов, имея рациональные углы наклона. На смену карбюраторному двигателю пришел 6-цилиндровый дизель. В башне обтекаемой формы устанавливалась 45-мм танковая пушка с боекомплектом в 150 выстрелов. Т-50 был конструктивно отработанным и сбалансированным. По вооружению, бронированию и подвижности он не уступал германскому среднему танку «Панцер-3». При этом был значительно меньше по габаритам и боевой массе. В апреле 1941 года Т-50 был принят на вооружение Красной Армии. Т-50 – легкий танк. Боевая масса – 13,8 тонны. Длина корпуса – 5,2 метра. Ширина корпуса – 2,5 метра. Толщина лобовой брони – 37 мм. Двигатель – дизельный, мощностью 300 лошадиных сил. Скорость – до 52 км в час. Вооружение – пушка калибра 45 мм, два пулемета калибра 7,62 мм. Экипаж – 4 человека. Судьба оказалась неблагосклонна к «Пятидесятке». Война грянула в тот момент, когда выпуск этой технологически сложной машины едва начался. И, в общем-то, предполагалось, что танк Т-50 будет одним из самых массовых танков Красной Армии. Но, конечно же, время своей поправки внесло. Оказался самым массовым силам Т-34. Средний танк, а не легкий по категории. Но, тем не менее, эффективно они использовались как в составе танковых полков, которые были выражены чисто танками Т-50, например, при введении боевых действий на Корейском перешейке, при введении боевых действий на Ленинградском фронте, так они используются в составе смешанных танковых полков. То есть были целые батальоны в составе смешанных танковых полков, вооруженных танками Т-50. В трудных условиях первого года войны недостаток боевых машин пришлось восполнять максимально дешевыми и простыми в производстве легкими танками. Необходимую модель сконструировали всего за две недели. За основу приняли плавающий танк Т-40, который перед войной выпускался серийно. В конструкции этой машины широко использовались автомобильные агрегаты. Т-60, такой индекс получил новый танк, утратил способность плавать, но получил более мощную броню и 20-миллиметровую скорострельную автоматическую пушку. Танк был принят на вооружение в сентябре 1941 года. Т-60, легкий танк, боевая масса 6,4 тонны, длина корпуса 4,1 метра, ширина корпуса 2,3 метра, толщина лобовой брони 35 миллиметров, двигатель карбюраторный мощностью 70 лошадиных сил, скорость до 42 километров в час. Вооружение, пушка калибра 20 миллиметров, пулемет калибра 7,62 миллиметра. Экипаж 2 человека. Т-60 стал самым массовым легким танком Красной Армии начального периода Великой Отечественной войны. Было выпущено около 6 тысяч таких машин. Они воевали на всех фронтах до 1943 года, пока на смену им не пришли Т-70. Во время Великой Отечественной войны были приняты на вооружение и принимали участие в боевых действиях танки Т-60, Т-70. Некоторые из них были дальнейшими модификациями танков, которые разрабатывались до войны. Но и зачастую необходимость в их выпуске была определена необходимостью иметь большое количество танков на вооружении, то есть иметь массовое производство танков. Это массовое производство танков можно было организовать только на базе существующих серийных агрегатов, в том числе и автомобильных агрегатов. Поэтому зачастую в танках применялись и двигатели, которые применялись на автомобилях, и агрегаты автомобильные. Появление новой модели в немалой степени было связано с общими переменами на советско-германском фронте. Вермахт потерпел поражение под Сталинградом и Курском и утратил стратегическую инициативу. Советские войска погнали оккупантов на запад. Эту задачу предстояло выполнять не только ИСом и 34-ком. Легкие танки объективно были необходимы Красной Армии. Требовались машины для городских боев, для преследования отступающих войск противника, дерзких рейдов по его тылам и разведывательных операций. Танк Т-70 был продолжением модели Т-60. Его корпус собирался из скатанных броневых листов. В башне, рассчитанной на одного члена экипажа, устанавливалась 45-мм пушка и спаренный с нею пулемет. Т-70. Легкий танк. Боевая масса 9,8 тонны. Длина корпуса 4,3 метра. Ширина корпуса 2,4 метра. Толщина лобовой брони 35-45 миллиметров. Двигатель спаренный карбюраторный, мощностью 140 лошадиных сил. Скорость до 45 километров в час. Вооружение. Пушка калибра 45 миллиметров. Пулемет калибра 7,62 миллиметра. Экипаж 2 человека. Заводы выпустили более 8 тысяч танков Т-70. Они поступали на вооружение механизированных и танковых корпусов РККА. Небольшое количество Т-70 служило до конца войны в разнообразных частях Красной Армии в качестве разведывательных танков, бронированных тягачей и командирских машин полков легкой самоходной артиллерии, вооруженных Су-76. На вооружении вермахта находилось около 50 трофейных танков Т-70. Обычно они несли службу в тылу или использовались как бронированные тягачи для противотанковых пушек. Т-70 послужил базой для разработки большого числа опытных танков с разнообразным вооружением, самоходных артиллерийских и зенитных установок. На его основе была создана легкая самоходно-артиллерийская установка непосредственной поддержки пехоты Су-76. Она серийно выпускалась вплоть до конца Великой Отечественной войны. На той же базе была разработана первая советская серийная зенитная самоходная установка ЗСУ-37. Она применялась для защиты мобильных подразделений от нападения с воздуха. Ее главным оружием была 37-мм зенитная пушка, установленная в башне с круговым вращением. Боевая живучесть легких машин, особенно на первом этапе войны, была невысокой. Им не хватало бронезащиты, а вооружение не позволяло постоять за себя во встречном бою с танками-врагами. К сожалению, из-за тактически неграмотного применения легкие танки выполняли несвойственные им задачи. Нередко их направляли в бой вместе с тяжелыми и средними бронированными машинами. Атаки на неподавленную противотанковую оборону немцев заканчивались для советских легких танков высокими потерями. Применение легких танков, особенно в наступательных действиях, показало, что большинство, как правило, больше 50% штатного состава этих танков за время боя выводилось из строя. То есть переводилось, как правило, в очень большом количестве категории безвозвратных потерь. То есть уничтожались противникам и не подлежали восстановлению. Но, тем не менее, без большого количества танков, даже легких танков, было трудно выполнить те боевые задачи, которые ставились перед частями и подразделениями, потому что пехота была абсолютно незащищенной. И, значит, особенно при введении наступательных действий оборону противника могли прорвать только танковые подразделения. Но достаточного количества танков средних и тяжелых не всегда было. Поэтому в боевых действиях применялись очень сладко легкие танки, в том числе танки, которые выполнялись на базе автомобильных агрегатов. То есть танки более позднего периода, то есть типа Т-60, Т-70. Реальный ход боевых действий опроверг многие предвоенные танковые теории. Легко бронированные машины не стали властелинами поля боя. Они решали другие задачи. Опыт Великой Отечественной войны показал, в условиях мощной противотанковой обороны легкая машина не может быть основой бронетанковых соединений. Роль тактического ядра перешла к средним танкам Т-34 и его наследникам. Рассказ о них в следующих фильмах «Оружие». «Оружие» «Оружие»